Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео! Итак, что конкретно означает для рынков встреча ФРС США сегодня и как к ней подготовиться? Сегодня вечером ФРС США анонсировали прямую трансляцию, и что же там будет? Это очень популярный вопрос среди инвесторов. Скорее всего, мы познакомимся ближе с тем, что замышляет ФРС, а именно, они прокомментируют последствия недавно принятых решений. Особенно поднятие ставки на 75 базисных пунктов. Это очень агрессивное решение, крупнейшее дневное повышение ставки с 1994. Традиционно они поднимали ставки на 25 базисных пунктов, а не 75. И это неудивительно, ведь инфляция находится на 40-летнем рекордном уровне. Причина, почему это важно для нас, а потому что это может быть некой инсайдерской информацией насчет отчетов о доходности компаний, которые будут вскоре представлены. И если они будут позитивны, то рынки отрастут. Если же будут негативны, то рынки упадут. Кроме того, сегодня мы должны узнать о том, что будет с процентной ставкой дальше. Если они будут ее повышать, что ж, мы будем ожидать новых падений на рынке. Интересно, что на следующей неделе, конкретно 13 июля 2022 года, мы также узнаем и новое значение индекса потребительских цен CPI. Если он окажется ниже предыдущего значения, можно будет говорить даже о том, что инфляция преодолела какой-то свой пик. На это рынки отреагируют позитивно. Если же он окажется выше, что ж, для рынков это будет плохо. Но кроме этих двух очень важных событий, я хочу показать тебе еще одно в экономическом календаре. Кроме важнейшей по своему влиянию на рынки сегодняшней встречи ФРС США, здесь есть еще некоторые интересные события. На какой из них я обращу свое внимание прежде всего? Ну, конечно же, на индекс ипотечного кредитования. С помощью этого индекса можно понять, сталкиваются ли банки с кризисом ликвидности. И как обстоят дела у самих потребителей, берут ли они кредиты или нет, стали брать их больше или меньше. Но с такими процентными ставками на самом деле и так понятно, что спрос на ипотечные кредиты будет падать. С ростом процентных ставок брать деньги в долг становится все дороже. Логика в том, чтобы заставить население тратить меньше, тем самым уменьшая спрос на активы и тем самым заставляя инфляцию уменьшаться. Именно поэтому я думаю, что сейчас просто великолепнейшее время для того, чтобы начинать готовиться к восстановлению рынков. Но будет немного наивно полагать, что восстановление случится уже чуть ли не завтра. Тем не менее, самое глупое, что ты можешь сейчас сделать, это не готовиться вообще. Тогда ты точно упустишь эту возможность, о которой потом, спустя годы, будут вожделенно вздыхать и мечтать о том, чтобы вернуться назад во времени. Итак, ожидаем сегодняшнюю встречу ФРС США, которая пройдет в 9 часов вечера по Москве. Также ожидаем новый отчет CPI 13 июля 2022 года. И ожидаем ипотечные отчеты сегодня. Я обязательно выпущу обновления по каждому из этих событий на этом канале, потому что это очень важно для биткоина. От этого зависит, куда пойдет его курс, вверх или вниз. Поэтому не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это очень-очень важно, если ты участник рынка. Увидимся в новых видео. Это было быстрое включение по трем важнейшим событиям для биткоина на этой неделе. Сегодня, ребята, будет еще один видеоролик, поэтому не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok